Всем привет! Меня зовут Леся и это канал о вязании. Как вы уже споняли из названия, сегодня я буду вам показывать вязаные вещи, которые после ревизии кардероба, я уже немножко подготавливаюсь к осеннему сезону, перебираю вещи, я поняла, что от них нужно избавиться. Сразу скажу, что это не значит, что все эти вещи обязательно пойдут на помойку, что это действительно настолько износилось, что придется только выкинуть, но какие-то вещи, наоборот, в исключительном состоянии, но я решила избавиться от них именно из своего кардероба, но подарить тому, кому они больше подойдут. Поэтому давайте начнем, не паникуйте, я внимательно отношусь к вещам, не выбрасываю все направо и налево, поэтому не нервничайте те из вас, кто после последнего моего подобного видео очень сильно переживал, что я выбрасываю хорошие вещи. Итак, приступим. Первый джемпер горячо и нежно мной любимый, именно поэтому, наверное, он достаточно быстро вышел из строя. Это вот такой джемпер с птичками. Я вам обязательно оставлю видео на то, как я его вязала. Изначально здесь не было никаких птичек в мастер-классе в том, я не помню, это уже был мастер-класс или просто в видеопроцессе, я вязала этот джемпер. И впоследствии у меня уже был мастер-класс по птичкам. Это была моя первая вышивка по глади. Я с таким удовольствием сделала этих птичек. Помню, был прекрасный отзыв. Здесь тем более еще и вышивка выполнена разными нитями, что-то блестящей текстуры, что-то матовой. Поэтому я очень любила этот джемпер. Он связан и с пляжей Би-Би-Би, то ли Зара, то ли Зарина. Вот посмотрите в том видео точно, кому будет это важно. Но там была какая-то подпись на моточке. То ли Элизиста был, то ли что, я уже точно не помню. То есть это не классическая Зара и Зарина. Что я могу сказать? Конечно, сразу скажу, камера не передает полностью состояние изделия. Вот я сейчас смотрю, и на камере кажется, что просто он новейший. Если вы посмотрите вблизи, я потом постараюсь вам вблизи заснять. Тут, понимаете, тут уже даже не катышки. Я настолько часто его носила. Ну, во-первых, по-моему, ему уже пару лет, могу соврать. Но у меня такое ощущение. Я его носила практически каждый день, потому что он очень теплый. На все наши сибирские морозы постоянно я его стаскала. И тут уже даже не катышки, а как будто бы сама пряжа поистрепалась. То есть тут нечего слизать ее машинкой или там бритвой, потому что как будто пляжа сама лохматая именно, а не катышки. Я не могу сказать, что он быстро скатался. Я действительно носила его очень часто. И уже, знаете, он в последнее время у меня лежал. Я его уже стеснялась носить только там на каток или на дачу. Но уже носить неприлично, а выкинуть жалко. Поскольку он такой теплый и классный, возможно, он у меня просто переедет на дачу к моим родителям или к родителям мужа. И когда я буду там, я буду надевать. Но дома он уже просто занимает место. Я, как вы знаете, я немало вижу. У меня появляются новые вещи. Не вижу смысла захламляться. Тем более, что он действительно свою отработал. Ой, я рада, что могу вам его показать перед окончанием. Мне не так даже жалко с ним проститься, если я его вам покажу перед этим. Кто со мной на канале недавно, обязательно посмотрите вышивку по глади. Действительно, самую простую вещь можно преобразить благодаря этой вышивке. Следующий свитер, который я вам покажу, знаете, он не износился даже. Но я поняла, что он меня просто эмоционально тяготит. В общем, какая история у этого свитера. Первая версия была с такими косами интересными. Но он мне не понравилось, как сидел. Я сделала узор таким образом, чтобы он сужался на талии. И моей-то целью было сузить талию. Но в итоге он просто мне сильно расширял плечи, а не сужал талию. Я его перевязала. Сделала его жемчужной вязкой. Но в итоге он получился, опять же, не очень удачно сидит. Это я тогда только начинала вязать, хотя ошибки и сейчас бывают. Но тогда особенно у меня частенько получались слишком обтягивающие вещи. Я недостаточно закладывала на свободное прилегание. И цвет мне он не очень нравится. Он на камеру даже выглядит более симпатично. Знаете, я очень люблю сиреневый. Но что-то есть именно в этом оттенке сиреневого, что мне неприятно. То ли у меня уже есть какие-то ассоциации с процессом вязания. Я не знаю, может это отложить отпечаток, когда вяжешь, и потом эта вещь уже неприятна. Поэтому она мне коротковата. Она на мне не идеально сидит. Но в хорошем состоянии, потому что я редко надевала. И в основном, каждый раз, когда надевала, я заставляла себя его надевать. Поэтому, поскольку он так хорош, скорее всего, я его либо кому-нибудь придарю, кто просто похудеет меня или с обхватом груди поменьше будет носить с удовольствием. У меня много знакомых, кому можно предложить. Либо я просто отнесу... У нас есть пункты приема благотворительности такой одежды. Потому что она в очень хорошем состоянии. Он не так часто был надет. Мне кажется, на подростковую фигуру вообще отлично сядет. Но в своем гардеробе я не вижу смысла хранить такие вещи. Ведь она может вполне кого-то радовать. Вот так вот. Следующие шортики. Это шортики из-за Лизе Дива. К счастью, в этот раз я даже радуюсь, что камера не передает хорошо того, как они выглядят. Потому что я их вязала для марафона. Мит-ту-нит, кажется. Да, для марафона Мит-ту-нит. Из-за Лизе Дива. И я вообще не ожидала, что я буду так активно носить вязаные шорты. Но они не получились такими классными и удобными, что я их носила и дома, и на улицу. Настолько их любила. Но сейчас я обращаю внимание, что уже они очень закатались. На ягодицах даже уже залоснились. И это не отстирывается. Потому что, ну, как будто деформировалась пряжа. Я пыталась убрать эти катышки, но, опять же, это вот не пара катышков, которые бывают на достаточно свежих вещах. Это уже такие катышки заколенелые. Вот когда сама пряжа поистрепалась, там, даже если вот эти вот шарики, их срежешь, все равно пряжа выглядит не очень. Но я так часто их носила, что мне совершенно не жалко от них избавиться. Не знаю, я еще не лишила их судьбу. Совсем я их выкину или, опять же, отвезу на дачу. Потому что, знаете, даже на даче у меня нет желания захламлять. Потому что многие меня поймут, что очень часто вот это наше плюшкинство приводит к тому, что у нас дача превращается просто в склад хлама. Куда отправляются вещи, которые жалко выкинуть. Мне все-таки хотелось бы, чтобы там были вещи, которые я там ношу. Они мне пригождаются, а не просто захламлять. В общем, шортики были отличные. Они мне хорошо послужили, но они износились. И эту пряжу Ализадива я могу рекомендовать. Как раз после этих шорт я влюбилась в эту пряжу. Потом вязала из нее и кимоно, и много детских вещей. Отличная и достаточно износостойкая. Ну, просто надо понимать, что все-таки, когда вы вяжете шорты и очень активно их носите, я в них даже, по-моему, как-то спала, когда было достаточно холодно. Потому что они очень мягкие, такие комфортные, тепленькие. В определенные дни особенно приятно в чем-то тепленьком поспать, если вы меня понимаете. Вот так. Следующее, что я вам покажу, возможно, многих из вас удивит, и вы сделаете так. Это мое коричневое шоколадное платье. Это как раз та вещь, от которой я не избавляюсь, а которую я с удовольствием и радостью дарю. Я люблю это платье. Очень люблю. Оно связано с такой нежностью. Я питаю к нему самые лучшие чувства. Я вам покажу тем, кто не видел. Обязательно вставлю фотографии, видео, где я в этом платье. Оно связано из Yarn Art Pearl. Прекрасное платье, очень красиво. Сейчас я объясню, почему я решила его подарить. Дело в том, что это платье, так получилось, оно подчеркивает самый-самый-самый малейший эльеф фигуры. Даже белье. То есть, когда я фотографировалась и снималась в этом платье, я надевала мало того, что бесшовное белье, так еще я надевала подклад, такой под юбник, ну, как сказать, комбинацию. И внизу шов было даже видно сквозь это платье, поэтому мне у комбинации пришлось отрезать этот шов. Я это к чему? Потому что он подчеркивает мельчайший эльеф. И когда я в нем снималась или делала какие-то фотографии, мне приходилось просто всю себя втянуть, и еще получался только там один из десяти кадров, в котором я не выглядела в нем толстенной. В реальной жизни, если его носить, то обязательно его нужно лично мне носить с каким-то верхним слоем, либо сверху свитер накидывать, либо как-то жакет, чтобы я могла чувствовать себя полностью уверенно. Я, конечно, могла бы его хранить до той поры, пока моя фигура будет меня совершенно полностью устраивать, но дело в том, что у меня есть подруга, которая меня фотографировала, и однажды на фотосессии она примерила это платье. И, во-первых, у нее оттенок кожи теплый, а не холодный, как у меня. И когда она надела это платье, я поняла, что как будто оно связано специально для нее. Настолько шикарно оно и подошло, и оно ей само очень сильно понравилось. И я подумала, ну как-то странно мне, как кощей чахнуть над этим платьем, какое бы оно восхитительное не было, если я могу сделать подарок своей подруге, тем более любимой подруге, и она будет носить с удовольствием. И когда я ей сказала, что решила подарить ей платье это, она была так счастлива, она даже не рассчитывала, не надеялась, но я все-таки решила напоследок вам его заснять. Оно действительно классное, оно в исключительном состоянии. Я знаю, что на ее точеной фигурке оно будет вообще блестяще смотреться. И это даже какая-то особая радость, когда твою вещь носит с удовольствием другой человек, близкий, твой, родной. Мне сложно вязать на заказ, я поэтому не вяжу, потому что мне кажется, это немножко неблагодарный такой момент, либо там надо прям ломить какие-то нереальные цены, чтобы компенсировать, сколько мы эмоционального труда вкладываем в вещь, по крайней мере у меня так. Но когда близкий, любимый человек носит с удовольствием вещь, то не жалко никаких трат. Я знаю, что я буду радоваться каждый раз, когда он будет надевать. Следующий свитер я тоже очень люблю. Скорее всего, отдам этой же подруге, но ей нужно примерить. Либо подожду, когда моя малышка чуть-чуть подрастет, потому что мне жалко... Я не знаю, почему именно этот свитер мне жалко кому-то отдавать. Хотя, может быть, я отдам, я еще не знаю. Итак, это водолазка, которая связана из пряжи BBB Record, если я не ошибаюсь. Я вам оставлю ссылку, опять же, на эту водолазку. Здесь такой классный, расклешенный рукав. В чем здесь была сложность? Почему я в итоге не ношу эту водолазку? Это был мой первый опыт с мериносом. У меня округлились глаза, когда я увидела, что во время стирки эта вещь увеличилась несколько раз. И, видать, я сушила как-то неправильно, что у меня после стирки этот свитер не сошелся обратно, а так и остался какой-то огроменный. В итоге я все распустила, перевязала еще раз, но во второй раз он у меня получился сильно маленький. Я уже потом оставила в покое пряжу, чтобы не мучить. И мне сейчас настолько в обтяг, что я могу, опять же, носить это только как нижний слой. Но учитывая, что здесь расклешенный рукав, как нижний слой носить не очень удобно. Но, сами вы понимаете, пряжа достаточно хорошая, не из самых дешевых. Сто процентный меринос. Поэтому выбрасывать жалко. Он у меня, знаете, лежит как чемодан без ручки. Я надела, может быть, пару раз в жизни, пару раз на фотосессии. И, в принципе, на девочку-подростка или на женщину просто с меньшими объемами сверху, похудея, с грудью поменьше, будет хорошо. Если бы он еще был светлый, так сильно бы не натягивался вот в местах, где легла на линии, например, или на груди. Не было бы такого контраста и не было бы видно, что вот он на мне натянут, сейчас треснет. Но вот все-таки темный сильно натягивается. Поэтому прекрасная вещь, не знаю. Наверное, глупо ждать, когда подрастет дочка, ей сейчас 4 года. Я не знаю, лет в 10 он ей будет такой свободный оверсайз. Хотя дети бы старшествуют, не знаю. Либо я его придарю. Но я точно поняла, что все, хватит над ним чахнуть. Зачем он просто лежит, занимает место в шкафу. У меня столько интересных вязальных проектов. Поэтому решила все-таки отдать. И последнее, что я вам покажу, это вещь, которую я выбрасываю вообще без сожаления. Вот такая эта сумка. Показывала я вам в прошлом году. Посмотрите, даже выглядит смешно. Я рада, что я эту сумку связала, потому что это была моя самая первая сумка, как эксперимент. Я, правда, выбрала отвратительную пряжу. Это какой-то был контекс с ужасной структурой. Я вязала крючком, я намучилась, потому что там несколько нитей, которые плохо переплетены. Одни как хлопок, другая какая-то полимерная, как будто пластмассовая, которая призвана была придавать блеск. Эта сумка как-то невероятно покоробила со временем. За что я ей... Это должен был быть какой-то прямоугольник. Но вы видите, какая ерунда вышла. Я благодарна этой сумке за то, что я в прошлом году ее все-таки носила с удовольствием. Хотя мне не понравилось, какая она получилась. И так она деформировалась больше в процессе носки. Когда я связала, еще посимпатичнее было. Но я тогда оценила, насколько это, в принципе, удобно вязаная сумка. И в этом году уже связала две приличные вязаные сумки. Но это просто смехотворное. Не пойми что. Надо просто выбросить уже, проститься с этим. Посмеяться нам сегодня все вместе. Я на своем канале частенько показываю и неудавшиеся вещи. Не потому, что я занимаюсь самобичеванием. Мне кажется, это совершенно нормально. У всех могут не получаться вещи. А у кого есть пунктик по поводу того, что у меня всегда все идеально. Мне кажется, тут надо разобраться с психикой, потому что нет ничего страшного в том, чтобы делать ошибки. И именно в процессе ошибок вы чему-то учитесь. Так вот, сумочка по косе с миром, она настолько неприглядная, что нет смысла ее как-то хранить для дачи, для чего угодно. Она у меня точно отправится именно на свалку. Вот таким образом. Вот это были вещи, которые покидают мой гардероб так или иначе. Я еще буду разбирать гардероб дочки перед осенью. Поэтому, если вам интересно, напишите, посмотреть разбор детских вещей. Там по большей части будут те вещи, которые стали малы. Хотя многие, она сносила реально. Да тыр для катышек. Надо сделать там, как раз, ревизию перед новым сезоном, чтобы я составила себе такой лист, что мне нужно связать. Как вы знаете, я не покупаю трикотаж. Я вяжу все сама. Поэтому я составляю не шопинг-лист, а такой лист тех вещей, которые мне нужно связать. Я уже к ним буду заказывать пряжу. Я благодарю вас за внимание. Надеюсь, вам было интересно посмотреть это видео. Может быть, это вас вдохновит у себя навести некоторую ревизию вязанных вещей. Или вы... Я знаю, что некоторым очень жалко избавляться от вещей, которые не вяжут. Может быть, потому что я вяжу быстро, не всегда сильно привязываюсь к вещам. Мне достаточно легко от них избавляться. У меня ведь появляется много новых. Вот так. Ладно, я заболталась. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь ко мне в инстаграм. Я с вами прощаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok